Козырев онлайн И судя по всему руководство нашей страны ответило ему положительно Если бы он обратился к вам Вы бы предоставили ему кров В данном случае я не употребляю слово убежище Потому что убежище политическое Он пока не искал и не подавал на него На этот статус Но вы бы, если бы от вас зависело Вы бы его приютили? Или сказали бы А-а, сори Уж как-то сам выбирайся 744-0101 Добрый вечер, алло Алло, здравствуйте Здравствуйте, как вас зовут? Галина из Омска звоню Добро пожаловать, Галина, слушаю вас Хотелось бы на этот вопрос не примитивно ответить А как бы посмотреть С высоты времени Давайте посмотрим, обратимся к Египту Мубарок, да? Плохой-плохой Ну люди жили, кушали и так далее Сейчас кушать нечего, да? Вот, так что вот сажать, не сажать Там делать что-то с ним, не делать Никто не знает до сих пор А кто такое Украина? Украина, как бы, государство сложное Состоящее из разных, сами понимаете, частей Русскую и нерусскую Вот, и... Галина, так вопрос, ответ-то на вопрос какой? Галина, к вам стучится Янукович, к вам на пороге Если вы хотите примитивный ответ Вот примитивный, да, я его сейчас возьму Там что-то с ним сделаю Нет, такого, это, знаете, это не серьезно Подождите, так, ну все-таки Ну, представьте себе, на месте того Человека, который возглавляет нашу страну Янукович говорит Пожалуйста, возьмите меня, потому что меня сейчас будут судить Понимаете? Это не решает проблему Украина все равно расколется Да подождите, я же сейчас не про Украину говорю Я говорю, я не говорю, я не стараюсь лезть в Украину Со своими собственными рецептами Что им там нужно делать Ну тогда это вопрос, ваш вопрос примитивен просто Ну так, а вы ответьте на него для начала Ответьте Такой, такой мелкий вопрос Ну хорошо, ответьте на него, на мелкий, на примитивный, на никчемный вопрос Вы бы его приютили или нет? Ну, вы знаете, я не президент, я решать это не буду О, вот так, вот пожалуйста Даже на мелкий, примитивный вопрос У вас нет простого и мнятного ответа Вы для себя сначала определитесь Потому что тут есть очень много разных факторов на чашах весов И поэтому это не примитивный вопрос Тут нужно и слева, и справа взвесить все На одной стороне судьба конкретного человека С другой стороны, этот человек отдавал приказы и убивал людей С третьей стороны, тут есть огромное количество нюансов Который превращает этот вопрос из политического в моральный Вы на него, к сожалению, ответить не можете Вот что обидно Добрый вечер, 744-0101 Алло Алло Здравствуйте, вам нужно выключить звук на телевизоре И слушать меня только по телефону Да Да, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Надежда Надежда, откуда вы дозвонились? Из Москвы? В Москве Да, вы в эфире, я слушаю вас Вы знаете, меня настораживает вот в этом обсуждении один вопрос Мы хотим обсуждать из личных своих эмоций Но ведь существуют какие-то нормативно-правовые акции Если он объявлен в розыск В соответствии с каким-то Каким-то законодательством, видимо, украинским Так То, видимо, нужно и действовать в соответствии с законодательством Но законодательство Украины, в данном случае законодательство России Это две разных вещи Вот Они там его объявили в розыск Мы это уважаем? Если мы уважаем, то тогда не принимаем Если человек объявлен в международный розыск Так Видимо, вот как вы говорите Там пацан дал слово, пацан не дал слово Обещал, не обещал Ну, вот это, мне кажется, как раз ченитивно Мы так не должны рассуждать Нет, подождите Я сейчас Объясните мне еще раз, пожалуйста Если человек объявлен в международный розыск То, значит, вы бы сделали что? Будучи главой России В соответствии с законодательством поступило бы Объясните мне, что значит Какие-то соглашения, какие-то документы в этой области Значит, надо действовать в правовой области Значит, что? Действовать в правовом поле Объясните мне, отказали бы вы ему или взяли бы его? Если он, наш глава государства Я просто не располагаю этими документами Если у нас подписаны соответствующие документы Естественно, мы должны подчиниться законодательству и его выдать Соответственно, независимо от договоренностей Которые были сделаны между нами По телефону, в личных встречах и так далее Существует международное право Если мы подписывали соответствующие резолюции Значит, мы должны им следовать и не принимать человека Которого соседняя страна объявила в международный розыск Все понял Принято, спасибо большое Это было мнение Надежды из Москвы 744-0101 Здравствуйте Алло Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Андрей Андрей, откуда вы? Я из Москвы Вы в эфире, я слушаю вас Я хотел бы ответить на ваш вопрос Что, будучи, если бы я был президентом России Я бы не принял Януковича Почему? Я могу объяснить, почему Да Потому что, если я принимаю Януковича Возникает целая серия рестимуляций Как я его приводил к власти Ну, грубо так говоря Как организовывалась компания и тому подобное То есть, получается, перед всем миром Я восстанавливаю себя как человека Который ставил украинскую власть И который ее спасает, когда она потерпела крах Поэтому я бы не принял этого человека Очень внятное объяснение Я не думаю, опять-таки, что весь мир пытает иллюзии О плотных связях между российским руководством и Виктором Януковичем Но при этом аргументация очень внятная Не принял бы потому, чтобы лишний раз Значит, не палиться на тему того Какое влияние мы оказывали Нормальный аргумент Гипотетический, но нормальный Добрый вечер, здравствуйте 744-0101 Алло Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Жанна, я из Москвы Жанна, я весь во внимании И аудитория Дождя тоже Вы в эфире? Вам только нужно выключить звук на телевизоре И слушать, и говорить просто по телефону Пожалуйста Тогда задержки не будет Я как раз из-за этого Знаете, я бы его приютила Приютила бы на территории военно-морской базы в Крыму Поскольку он себя считает президентом, действующим Ему, наверное, нужно находиться на своей украинской территории Но под защитой Российской Федерации Я думаю, что так было бы логично на данный момент Ну, во-первых, очень разумное объяснение Принято Во-вторых Ну и, например До каких пор мы его там держим На военной базе С вами, как руководителем А, к сожалению, сорвался уже звонок Ну, то есть, рано или поздно Вы же понимаете, что этот вопрос возникнет Во взаимоотношениях между двумя странами Почему человек, который у нас объявлен в розыск Находится у вас Пожалуйста, подчинитесь международному праву Пожалуйста, выстроите нормальные отношения с новой властью Нашей У нас новое руководство Выдайте нам тогда Виктора Януковича Это неизбежно, рано или поздно возникнет 744-0101 Добрый вечер Алло Здравствуйте Здравствуйте, как вас зовут? Наталья Наталья, я вас слушаю Я бы не приютила Почему? Потому что мне... Я бы не приютила Меня слышите? Да, я слышу вас Я спрашиваю, почему? Потому что я считаю, что это... Как сказать? Это дела Украины Пускай Украина разбирается Да, это человек Ему, конечно, жалко Но он шел на этот пост И знал, до чего это доведет Украина, свое государство Она отсоединилась от России И от нас давно Но почему-то до сих пор Лезет к нам с долгами Со всем прочим Разбирайтесь, вы отделились? Сейчас, опять-таки, давайте Это у меня очень вопрос персональный И не про геополитику Вы на него ответили Вы бы его не приютили Это ваша позиция? Да, это моя позиция Причем я считаю, что России вообще не надо лезть туда Они пускай разбираются сами Понятно Спасибо вам большое Еще есть время для одного Двух звонков Добрый вечер Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Михаил Витальевич Из Липецка Вот У меня возник такой вопрос Не является ли требованием Нынешних властей В кавычках Как бы шантажом В обмен на Януковича Что это потребует для себя Такое выгодное Это первое Сейчас, сейчас, сейчас Вы какие власти имеете ввиду? В духе правоплавия Извините Михаил Витальевич Вы слышите меня? Михаил Витальевич Прервитесь на секунду Я хочу, чтобы вы внять Не объяснили В первой своей мысли В первом пункте Вы говорите Про какую власть Что она это использует? Про власть в России? Нет, нет, нет Нынешняя украинская В кавычках власть Которая пытается Вот Выдвигая требования Подождите Я вообще про эту нынешнюю власть Не говорю Вопрос в том Мы приняли Януковича Причем тут нынешняя Украинская власть Вопрос в том Если бы к вам Постучался Янукович Вы бы его взяли или нет? Вопрос ко мне Теперь Вот теперь ко мне Да Чисто с моральной С точки зрения Я вспоминаю Милошевича Да Которого мы Не приютили Да И личность Януковича Поэтому Сопоставляя эти две Личности Я бы на месте Конечно Януковича Если я честный Откровенный Я бы сейчас наоборот Пошел бы В Украину И сказал За мной никаких грехов нет Судите меня Как хотите И так далее Но коль такого нет Я бы его не принял Не приняли? Нет Почему? Я вам еще раз объясню Для меня допустим Милошевич Это образец был И я сопоставляю То есть просто из-за того Что один Один с вашей точки зрения Офигенный политик А другой ничтожество То мы ему скажем Иди на верную смерть На суд Вперед Мы тебя не примем Так или нет? А на верное ничтожество Должно Подвернуться суду Как вы думаете? Ну Слушайте Я вас адресую То есть вы Вы так бы сделали Вы захлопнули дверь И сказали Знаешь что Раньше надо было думать Оставайся в своей Украине И пусть тебя судят Или затопчут Так как Каддафи Если ты попадешься Не дай бог В руки экстремистам Правильно? Так я вас правильно понял? Любой человек Должен вести Вы правильно понимаете Любой человек Должен вести За свои поступки Ответственность Понятно Спасибо Михаил Витальевич Из Липецка Только что был у нас В эфире Я честно вам скажу У меня нет Однозначного У меня у самого Вот такого Сто процентного Внятного Вот это правильно А вот это неправильно Ответа на этот вопрос Приютил бы я его Или нет Но Проанализировав Все то Что Я ходил Долго Метался Думал Как Что же Подсказывает мне Порой Сначала приходит Ощущение И Формулируется мысль А только потом Ты начинаешь анализировать Почему она К тебе пришла Так вот Так вот Я бы Открыл двери И я Редко Когда Но в данном Случае Солидарен С тем Что Сделал Лидер Моей страны Я Слишком Напуган Теми кадрами Которые я Видел За последние Дни Я Категорически Не хочу Множить Зло Поэтому Я принял бы Его Исключительно Как Человека В ожидании Суда И Продержал бы Его Ровно До того Момента Когда Я увидел бы Перед собой Новую Власть В Украине Которая Готова Была бы Его Принять И судить И в этот Момент Я бы ему Сказал Ну Удачи И хлопнул бы Его по Широкой Высокой Спине Но Человеческая Жизнь Это все-таки Главный Приоритет И поэтому Если Итогом Главным Майдана Было Остановить Кровопролитие И не множить Зло То этот Принцип Мне кажется Должен распространяться И на Бывшего Руководителя Страны Не дай бог Еще Одна Жертва Не дай бог Дальше Множить Зло А справедливый Суд Как только Он там Появится Должен Его судить Но На Другой Ноте Конечно Фантастическое Чувство Юмора Свойственное Нашим Людям Сегодня Породило Невероятные Веселые Остроумные Цитаты По поводу Президента Януковича Поэтому Я их Сейчас Прочитаю А потом У меня Еще Есть Один Сюрприз Под Занавес Программы Для вас Итак Пять Шуток Про Виктора Януковича Которые Возникли Исключительно В течение Сегодняшнего Дня Янукович Будет Работать В Москве Президентом Гостиницы Украина Жизнь Налаживается Янукович Был В Киеве Начался Майдан Приехал В Крым Там Начались Беспорядки Сейчас Он В России Продолжение Следует Россия Дает Дом Всем Быстро Бегающим Виктором Сначала Ан Теперь Ян Законный Президент Украины Виктор Янукович Заявил Что Столица Переносится В камеру Хранения Киевского Вокзала В Москве И В заключении Виктор Янукович Поправил Шапочку Из фольги И выступил С заявлением В котором Сообщил Что По-прежнему Считает Себя Главой Это была программа Козырев онлайн Впереди У нас Очень важный Репортаж Специального Корреспондента Издательского Дома Коммерсант Ольги Оленовой Этот репортаж Предваряет Наш год Усыновления На дожде Он связан С историей С одной девочкой С синдромом Дауна Он будет Через несколько минут А пока Я предложу Вам Премьеру Этот клип Опубликован Только сегодня Это долгожданно Это Мои И я надеюсь Ваши Друзья Которым Мне кажется Чувство юмора Не изменяет До сих пор Несмотря на Длинную карьеру Песня Называется Хипстер Это телевизионная Премьера Группа Би-2 Спасибо за то Что смотрите Дождь Внимание Спасибо за субтитры